Вот он, вот он. Это же свеженький, да? Да, ну вот клопы, вот он. Четыре таракана, два клопа. Клопы, реально клопы. Соседей у жильцов дома по адресу Георгиева, 21, прибавилось. Теперь это не только тараканы, но и клопы. Усатый сюжет мы снимали в ноябре. Ситуация не улучшилась, а лишь обострилась. Уже невозможно находиться в квартире, уже невозможно травить, всеми способами травимы никак не вытравляются. Ломается уже техника от тараканов. Напомним, тараканья проблема охватила дом в августе прошлого года. Источник насекомых – злополучная квартира 82, ее жительница Надежда Кашкарова, которая, по словам людей, любит пригубить, но не любит уборку. А пока неравнодушные соседи продолжают собирать документы на ее выселение, подоспели кадры из ее квартиры. Вы когда прекратите бухать, а? Я вот вижу, тараканы бегают, тут вот это... Вот это мусор когда вынесете? Клопы-то, тараканы, все лезут вниз. Это все вынесено. Когда вынесете? Смотри, что творится, а? А этот увлекательный аттракцион творится уже во всем подъезде. Однако пока рассадник не ликвидирован, жильцы пытаются устранять проблему локально. Каждую неделю покупаем вот такие вот клетки, чтобы расставить по дому, возле подъезда. Ну, это все, конечно, как говорится, мертвому припарку. Потому что вот все полное... Ну, на сколько вот это затратно? Затратно. Вот это средство дорогое, стоит вот такой баллончик около 1000 рублей. Вот такая пачечка, вот их несколько, тоже стоит около 1000 рублей. Нам хватает это буквально, ну, недели на две. То есть мы закупаем снова и снова и снова. Пятиэтажкой управляет жилищно-строительный кооператив «85». Жильцы жалуются на его руководителя. Председатель ничего не делает и как бы и делать по ходу дела не собирается. А сами уже и вызывали службу у себя в квартире, несколько раз травили и сами травим. Кстати, по словам жильцов, председатель дома уверена, что на съемках прошлого сюжета мой коллега Данил Кузнецов подкинул тараканов в звонок. Однако теперь люди жалуются на мышей, клопов и блох. Остается только гадать, чьи же это проделки. Мышки пришли на ПМЖ в октябре и принесли с собой неприятный запашок, подчеркивают жильцы. У нас председатель так вот сделает, что у нас мышки отводятся. Вот это сладенькая какая. Да, и такое каждый день. Вон у меня лежит куча отписок с администрации, с Роспотребнадзора, потому что у нас мышей нет, хотя я им присылала фотографии. После отписки сразу же на следующий день я ловлю по несколько мышей. Вон все фотографии у меня, вот в наличии мыши есть. Они прут из подвала. Мы уже запенивали, как бы из подвала запенивали, запенивали, стояк обрезали. Они прогрызают, хватает на неделю. Все заново. Вчера обращалась с просьбой к председателю, что там нужно делать с этим. Она меня послала матом. Кстати, Анастасия написала заявление на председателя ЖСК в полицию за оскорбление. Нет, у меня мыши не тараканы у нас. Я даже говорить не хочу. Но соседи у ваших есть. Ну вот и пусть они горят. Жители говорят, уже устали бороться с мышами, тараканами и председателями. Большинство хотят сменить ЖСК на управляющую компанию. Но действующий председатель, утверждают возмущающийся, собирает свое войско серебряного возраста, которое на ближайшем собрании выступит против ликвидации ЖСК-85. Мы же со своей стороны можем только предполагать, какие еще соседи заведутся в многострадальном доме после нашего визита. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.